Привет друзья, ставим лайк и поехали. Гостиничный бизнес, как и любая другая сфера человеческой деятельности, имеет свои небольшие внутренние секреты. Обычно они неизвестны большинству, а потому кажутся приятными или не очень мелочами. А у людей, любознательных естественно, это все вызывает вопросы. Если ты часто путешествуешь, что наверное бывал во многих гостиницах, а значит замечал некоторые странные вещи, которые есть в любой гостинице мира, например телефон в уборной. Что ж, попробуем немного прояснить ситуацию. Телефон в уборной. Начнем с телефона. Дело в том, что несчастный случай может застать вас где угодно, включая и уборную или ванную. А туда люди не часто берут мобильный, потому чтобы у постояльца была возможность позвать на помощь, телефоны размещают даже там. Узкие покрывала. Считается, что заправлять кровать большим покрывалом не гигиенично, да и они не особенно удобны при стирке, потому сегодня владельцы гостиниц предпочитают использовать маленькие дорожки. Кроме эстетичного вида они еще и гораздо дешевле. Постельное белье. Заметил ли ты, что во всех гостиницах постельное белье всегда белое? Дело в самой обыкновенной психологии, ведь белый цвет всегда символизировал чистоту. Ну и плюс белое не нужно сортировать при стирке. Края одеяла. Кроме того, края одеяла в гостиницах всегда прячут под матрас. Тут есть две версии. Согласно первой, эта привычка перекочевала прямиком из армии и прижилась. Согласно второй, когда не было центрального отопления, под одеяло клали грелку, а чтобы тепло не уходило, придумали такой вот способ. Библия. Еще один обычай, пришедший из прошлого. Библия в прикроватной тумбочке. В конце девятнадцатого века ассоциация Гидеон решила распространять слово Божье, потому они отправили книги во все гостиницы, чтобы любой мог читать их. Сегодня можно попросить принести Коран, Тору или даже Конституцию. Пакеты в туалете. Обычно возле унитаза находятся небольшие гигиенические пакеты. Они предназначены в основном для средств личной гигиены, которые не стоит выбрасывать в канализацию или мусорное ведро. Дырочки в мусорном ведре. Это, пожалуй, просто лайфхак, который массово начали применять в гостиничном бизнесе. Дырочки не дают образоваться вакууму, а потому мусорный пакет можно вытащить всегда без труда. Соломинки в коктейле. Ты никогда не думал, зачем в баре тебе дают с коктейлем всегда две соломинки? Обычно так подают напитки с большим количеством колотого льда. Он всплывает и создает барьер, который не дает проникнуть внутрь воздуха, из-за чего напиток сложно тянуть. Вторая соломинка нужна как раз для того, чтобы откупорить такую пробку. Пульт в пакете. Чтобы кто не говорил о пульт в пакете, находится не из соображений экономии, а исключительно из-за гигиены. Более дорогие отели и вовсе предпочитают покупать водонепроницаемые пульты и время от времени мыть их. 420. Во многих отелях нет 420 номера. Во всем мире 420 – специальный код, который используют молодые люди для своих вечеринок, потому чтобы исключить даже малейшую возможность подобного, отели стараются не рисковать. Туалетная бумага. В гостиничном бизнесе это считается не только красивым жестом, но и своеобразным обозначением. Сложенный конвертиком или еще как-либо край туалетной бумаги говорит о том, что после уборки номером никто не пользовался. Как видишь, даже самые маленькие и, казалось бы, ничего не значащие детали на самом деле продукты многовекового опыта владельцев гостиниц и отелей. Каждый предмет в твоем номере имеет свое значение, все сделано для твоего комфорта, ведь сегодня гостиничный бизнес – довольно тесное место, а значит удержать клиента первостепенная задача. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.